Здравствуйте, уважаемая трансполиция, старшина полиции Мухин. Ваш документ, пожалуйста. Вы к нам на работу приехали, да? Куда едете? 12 часов на посту. Сотрудник транспорта и полиции Михаил Мухин и его напарник, заступив на смену, сразу же идут осматривать вокзал. Смотрят, нет ли нарушителей закона. Тех, кто решил покурить перед отправкой поезда прямо на перроне, штрафуют. Сигарета на дорожку обходится в 500 рублей. Административное законодательство суровое, но нарушать его необходимости нет. На каждом вокзале есть специально отведенные места для курения. Кроме того, транспортные полицейские проверяют поезда дальнего следования. Да, тут все в порядке у вас здесь? Хорошо. В первую очередь проходят в штабной вагон к начальнику поезда, спрашивают, есть ли пассажиры, злоупотребляющие горячительными напитками. Для них Рязань становится конечной станцией, вне зависимости от того, куда ехали. Есть граждане, которые при движении во время поездок в поезды распевают, дебошили, ругают с матом. Данные граждане снимаются с поезда по решению начальника поезда, то есть им отказано от проезда. И эти граждане задерживаются нашими сотрудниками, на них, как я уже сказал, составляется протокол. Билет никто не комментировать не будет, потому что, как бы сказать, граждане сами виноваты в том, что они нарушили закон. Дальше после составления протокола нарушителей отпускают. Если пассажиры отмечали очень рьяно и самостоятельно передвигаться не могут, их отправляют в вытрезвители. Как они будут добираться дальше, решают сами. Но желание дебоширить после того, как тебя сняли с поезда и аннулировали билет, вряд ли появится. Таких беспокойных пассажиров отмечают в транспортной полиции. С каждым годом становится меньше. Меньше попадается пьяных, распитий уже почти нет. То есть граждане уже начинают задуматься о своем поведении. На вокзале транспортные полицейские работают так же, как полиция городская. Например, помогают пассажирам, которые не могут разобраться, с какого пути отходит их поезд или электричка. Сасово, да, это электричка на Сасово. То есть в 12.40 она отправляется. Полицейские проверяют каждую прибывшую электричку. Смотрят, нет ли уснувших пассажиров или подозрительных забытых вещей. Возможно, это заслуга людей в погонах, но серьезных происшествий на территории Рязанской области выявлено не было. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».